Всем привет! Попала ко мне в руки на переделку вот такая старая советская хлебница. Ей уже несколько десятков лет и жизнь ее очень хорошо потрепала. Она полностью выполнена из металла и покрытие местами сошло почти до основания. Вследствие чего эта хлебница неизбежно стала ржаветь. В остальном состояние у хлебницы еще достаточно крепкое. Она готова прослужить еще не один десяток лет, но обновить ее внешний вид определенно стоит. Именно потому, что хозяйка никак не хотела расставаться со своей старой хлебницей, она отправила ее ко мне на переделку. Из-за того, что хлебница цельнометаллическая, при открывании и закрывании происходит вот такой громкий стук. Но с этим мы будем разбираться позже, а для начала разбираем хлебницу. При помощи кусачек я удалила заклепки, на которых держалась крышка. Лакокрасочное покрытие с хлебницы я буду снимать полностью, поэтому удобнее будет ее разобрать. Ручка на крышке тоже держится на заклепках, но они стоят очень плотные и мне не удалось подцепить их кусачками. Но при помощи простой плоской отвертки, ручка от заклепок отделилась достаточно легко. Видимо, все же сказалось время эксплуатации этой хлебницы. Самая долгоживущая здесь оказалась наклейка. Она бы продержалась еще, наверное, лет 20. Декоративные металлические полоски я тоже убираю при помощи отвертки. Я организовала себе рабочее место на балконе и теперь буду пытаться снять краску при помощи вот такого удалителя краски. Работать с ним нужно в очень хорошо проветриваемом помещении и обязательно с использованием средств защиты. Время реакции, заявленное производителем, составляет от 2 до 60 минут. Но конкретно эта краска начинала отходить очень активно уже примерно через минуту-полторы. Я уже приготовилась провести за этим занятием несколько часов, но на деле краска отходила очень легко до самого металла. Даже скребков никаких не надо, все легко убирается кистью. Таким же образом я удаляю всю оставшуюся краску. Единственная проблема, с которой я столкнулась, это то, что латексные перчатки абсолютно не подходят для работы с этим удалителем краски. За всю работу я израсходовала около 30 пар перчаток, потому что менять их приходилось после каждого действия с удалителем. Но других перчаток у меня, к сожалению, не было, поэтому работала с тем, что есть. На всю хлебницу я потратила практически полную бутылку удалителя. После долгого и тщательного отмывания всего корпуса мне осталось зачистить краску только в некоторых труднодоступных местах. Я уже не стала здесь повторно наносить удалитель краски и просто обработаю наждачной бумагой. Весь корпус я дополнительно обезжирила спиртом и теперь буду покрывать его вот таким грунт-эмалью по ржавчине. Одного баллона такого грунта мне хватило на два слоя. Цвет получился немного неоднородный и с проплешинами, но это все потом закроется краской. В целом хлебница выглядит уже гораздо лучше. Грунт в целом лег достаточно ровно, но тем не менее есть небольшие дефекты. Все неровности я убираю при помощи полировального блока. После шлифовки грунт я еще раз обезжирила и теперь буду покрывать вот такой матовой белой эмалью. И на этом этапе что-то пошло не так. Краска с грунтом почему-то вступила в конфликт и местами грунт начал отходить прямо от основания. Причем это происходило не по всей поверхности, а только в некоторых местах. Мне все пришлось зачищать и грунтовать в этот раз я уже буду вручную. После высыхания грунта всю поверхность хлебницы я покрываю белой матовой акриловой краской при помощи тамповки. Так слой краски получится более плотным. В тех местах, где тамповкой работать неудобно, я докрашиваю кисточкой. На крышку хлебницы через трафарет я решила наложить вот такой узор. Это же переделка и мне не хотелось, чтобы хлебница оставалась однотонно белой. Той же краской я добавляю вот такую полоску с каждой боковой стороны. После полного высыхания краски покрываю все акриловым матовым лаком. Лак я наносила в два слоя с промежуточной просушкой. Пока лак сохнет, я решила сделать внутри хлебницы решетку. Для этого мне понадобятся самые обычные деревянные линейки, которые я напилила в нужный мне размер. Собирать решетку я буду при помощи горячего клея. Такого способа фиксации вполне будет достаточно, ведь на эту решетку не предусмотрена какая-то большая нагрузка. Для начала я собираю основную рамку. Главное хорошо прижимать части друг к другу, чтобы клей распределился как можно равномернее. После этого вклеиваю все остальные перемычки. Получилась вот такая аккуратная решетка без особых заморочек. Для покрытия я использую масло грунт в цвете орех. Наношу его обычной художественной кистью и оставляю на сутки впитаться. Вместо старой ручки я заказала вот такую деревянную. Она выполнена из дуба и по цвету подходит под решетку, поэтому калировать я ее не буду и покрываю просто прозрачным маслом воском. Покрытие нужно оставить для впитывания на сутки, а потом хорошо заполировать. Видите, как хорошо сочетается решетка и ручка по цвету. У меня оставался еще вот такой кусочек пробковой подложки и из него я решила сделать ножки для хлебницы. Приклеиваю ножки при помощи горячего клея. Такой нехитрый способ поможет избежать нарушения лакокрасочного покрытия на дне хлебницы. Для того, чтобы закрепить ручку, делаю в ней два отверстия. Поскольку заклепочника у меня нет, саму крышку хлебницы я решила крепить на вот такие винтовые соединения. Это вообще крепление для переплетов, но это самое близкое, что мне удалось подобрать по размеру. И диаметр, и длина подходят просто идеально как раз для этой хлебницы. Устанавливаются эти крепления при помощи обычной плоской отвертки. Чтобы крышка хлебницы перестала брякать, я решила использовать вот такой плетеный джутовый шнур. Он сюда прекрасно подходит по цвету. Чтобы такая лента смотрелась более аккуратно, нужно убрать вот эти торчащие волоски. А делается это очень просто при помощи обычной зажигалки. Вот так выглядит уже намного лучше. Ленту я приклеила при помощи обычного горячего клея, и теперь все закрывается как надо. Внутри я тоже приклеила колечко из такой же ленты. Осталось только поставить решетку на место, и все готово. Давайте же скорее посмотрим, что у меня в итоге получилось. Мне кажется, что теперь хлебница выглядит намного лучше. Даже сразу и не скажешь, что ей несколько десятков лет. Это, наверное, вообще одна из самых моих любимых категорий видео, когда старым любимым вещам даешь новую жизнь. После обновления такая хлебница прослужит еще не один десяток лет своей хозяйке. Да и просто станет прекрасным украшением для кухни. Эта хлебница к моменту выхода видео уже уехала обратно к своей хозяйке, и она очень довольна результатом. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, ждите новых идей. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok